Добрый вечер! На канале ГРТ продолжаются дебаты кандидатов в Народное собрание Гагаузии. Приветствую вас снова, Алена Терзи. И хочу сказать, что в этом выпуске у нас в гостях присутствуют кандидаты от округа номер 34, Коммуна Светлая, Петр Иванович Чавдарь и Дмитрий Дмитриевич Чакир. Добрый вечер, боже мой, кандидаты. Добрый вечер, боже мой. Добрый вечер, боже мой. Итак, мы начинаем. Хочу сказать нашим телезрителям, что перед дебатами наши гости сегодняшние вытянули жребий по праву. Дмитрий Дмитриевич должен быть первым, но он уступил право Петру Ивановичу, поэтому Петр Иванович, стартуем. Еще раз добрый вечер и ваша предвыборная пункта. Добрый вечер, уважаемые телезрители автономии. Мне очень приятно находиться в этой студии, выступить перед своими избирателями. И те встречи, которые проводились в населенном пункте, а у нас два населенных пункта, но всех не охватишь. И поэтому вот эти теледебаты, они как раз дают возможность обратиться через телевидение и озвучить, почему я иду и свою программу. Значит, на вопрос, почему я иду, я везде отвечаю. Я сегодня, невзирая на свой возраст, мне 70 лет, я полон сил и энергии работать еще во благо села, потому что проблем много, их решать надо. Я не говорю, что я завтра дороги какие-то кардинально построил или еще что-то, но есть вещи, над которыми можно работать, где я могу принести силу пользу. Первое, что у меня перед выборной программе, это мы завершаем в этом году часть канализационных сетей, систему канализационных сетей, и сегодня уже можно заниматься и дорогами, и тротуарами. Потому что сегодня любого жителя, который выходит за калитку, не столько интересует, какие законы ты принял, хотя это тоже важно, и это основная работа депутата народного собрания, но бабушка хочет выйти, чтобы ей было приятно пройти до церкви и обратно прийти по чистой дорожке, пройтись. Второй момент, у нас, мы построили прекрасное мини-футбольное поле, но собирается много детей, где хотелось бы, а это вполне реально, увеличить, то есть дать возможность детям заниматься, кроме футбола, еще баскетболом и волейболом. Петр Иванович, ваши две минуты истекли. Так быстро? Я ничего не успел сказать уже. Да, в следующем раунде воспользуйтесь. Хорошо, спасибо. Дмитрий Дмитриевич, ваша предвыборная платформа. Добрый вечер, уважаемые избиратели Грузии. Ну, хотел бы начать с того своего выступления, то, что моя предвыборная платформа состоит из шести основных направлений. Самое первое, это, конечно же, связано со здоровьем, далее образование, инфраструктура, спорт, социальная сфера. Да, да. Вот. То есть, хотел бы начать, ну, две минуты мало, поэтому немного быстрее буду. Хотел бы начать с здоровья, да. Вот. Только что мы до этого дискутировали по этому поводу, тоже сейчас вот еще расскажу. То, что считаю абсолютно необходимым в своей предвыборной кампании, то, что установка, в частности, у нас в селе, ну, и вообще не только у нас в селе, а можно и по всей Гагаузии, так как все вы прекрасно знаете, то, что множество колодцев по Гагаузии просто непригодны к питью, да. Но, тем не менее, берут воду, используют для чего-то. Вот. Ну, люди, одно слово. Вот. Однако, непригодны не почему. Опять же вопрос здоровья, потому что мы выкидываем очень много мусора химически, с тяжелыми химическими элементами. Вот. Соответственно, такое, такие, как масло моторное, да, такие, как краски, такие, как, ну, и многое-многое другое. Давайте не будем перечислять, знаете, батарейки опять же те же, да. Вот. Тем самым, вы знаете, даже если у нас есть колодцы, которые пригодны пока что к питью, то недолго ждать, пока они придут в непригодность. Соответственно, первонаперво, это, конечно же, добиваться укрепления, а именно сортировки мусора, да. Мы должны это делать, это просто необходимо. И обращаюсь к вам, кстати, избиратели тоже. Дмитрий Дмитриевич, я требую вас. Две минуты ваши истекли. Переходим в следующий раунд. Следующий раунд тоже длится по две минуты. Сейчас я вам задам по одному вопросу, и вы будете отвечать. Петр Иванович, конечно, с вами, вам легче задать вопрос, потому что вы уже не один с депутатом Народного собрания проработали. И, тем не менее, не только меня сегодня, но и большинство жителей интересуются вопросом, касающийся возврата полномочий Гагаузии. Что вы можете ответить на этот вопрос? Конечно, мы сегодня и этот создав, работали над этой вопросой, была создана специальная комиссия. Потому что, вы понимаете, из раза в раз, когда эти моменты выпускаются, действительно врезается полномочия. И возможность есть этим заниматься, тем более Народное собрание владеет право выходить в законодательные инициативы парламент, конституционный суд, обращаться. Поэтому, конечно, над этим вопросом будем работать и возвращать. Надо именно те позиции, которые вышли, чтобы дальше не усугублять ситуацию. Потому что, понимаете, аппетит приходит во время, когда центр начинает одно за другим забирать, он думает, ну раз там молчат, значит, надо и дальше забирать. Поэтому этого не надо допускать в дальнейшем и вернуть то, что было. И налоговую, и другие моменты, которые от нас, ну, так тихонечко убрали. Давайте будем открыть. С нашего молчаливого согласия депутата Народного собрания. Видимо, мы не настолько были в этих вопросах не то, что агрессивны, а надо было более поступательно действовать и даже в зачатке все это дело искоренить. Ну, есть наша вина, я это осознаю. Это то, что есть, есть. Поэтому над этой проблемой придется работать. Если я буду избран, я, как и мы являемся кандидатом, если народ за меня, избиратели проголосуют, конечно, над этим вопросом будем работать. Это однозначно. Спасибо, Петр Иванович. Дмитрий Дмитриевич, вы затронули на самом деле очень серьезную проблему, экологическую проблему. В этом направлении Гагаузии очень много нужно еще работать и нужно реализовывать на самом деле очень много проектов. И слушая сейчас вас, я вспомнила, что на днях в общественную кампанию обратился человек, житель Гагаузии, который попросил, чтобы в ходе предвыборных дебатов мы задали кандидатам, задавали вопросы, которые связаны с экологией. Один из таких вопросов с лесными полосами и с водными ресурсами Гагаузии. Намерены ли вы что-то делать в данном направлении, если вы пройдете в Народное собрание Гагаузии? Какие законодательные инициативы в этом направлении вы намерены реализовать? Вы знаете, по поводу формирования законов, я, конечно, человек новый. Здесь еще надо будет подучиться. Но я с этим справлюсь. У меня, как говорится, есть высшее образование и не одно. Но, тем не менее, начало есть начало. Что касается вопроса лесного хозяйства и водного фонда, то считаю абсолютно первостепенным беречь, во-первых, водный фонд. Мало того, не только от посягательств выкачивания незаконного выкачивания воды с артезианских скважин и на поливах сельскохозяйственных каких-то угодий и так далее. Но если такое присутствует, не будем сейчас. Как минимум необходимо будет разработать, если уж не закон-то положение, касающееся выброса мусора. То есть просто запретить данного рода, чтобы не загрязнять как флору, так и фауну. То есть через это все страдает. Мы с вами видим прекрасно то, что и в мире сегодня полным-полно. И животные с пакетами, как говорится, ходят и так далее. И тот же рядовой немец прекрасно знает то, что сегодня одна капля масла способна отравить 100 литров питьевой воды, и нормально привести ее в техническую негодность. Это неприемлемо. Мы должны утилизировать как масла, так и батарейки. Кстати, видел, в Камрате поставили ворны. Как химически опасные элементы другого рода. То есть краски, остатки банки и так далее. Нам просто необходимо. Да и потом, нас бы подняло бы это на новый уровень. В Кишиняне даже нету, к примеру, перерабатывающего завода. Таких вот тяжелых, насколько я знаю. Может быть, я и не сильно пока еще осведомлен. Тем не менее, считаю необходимым это. А в лесных насаждениях так нам просто не... Спасибо, Дмитрий Миколаевич. Вы можете продолжить. Дебатировать друг с другом и продолжить свою мусору. В следующем раунде, в котором вам отводится по 5 минут, пожалуйста. Можете задавать друг другу вопросы, ритмики добавлять. То, что Дмитрий Дмитриевич сейчас озвучил по лесному хозяйству, по мусору, конечно, это первостепенная задача. Но, кстати, Дмитрий Миколаевич, хочу сказать, что о лесном фонде закон уже принят. Инициатором этого закона был Яния Углова Федор Петрович. Поэтому, да, кстати, в этом законе все расписано. О посадке, о других вещах, о сохранении того, что есть, о новых посадках. А вот с мусором проблемы. Кстати, по инициативе Башкана, нынешний состав депутатского корпуса уже над этой проблемой чуть-чуть продвижки есть. Мы начали было работать. Ну, вы сами знаете, сейчас этот вопрос немножко завис. Конечно, новоизбранный состав Народного собрания, я думаю, с первых дней вернется к этому вопросу по инициативе Башкана Ирины Федоровны Влах. Потому что то, что творится, это безобразие. Давайте будем откровенно. Поэтому с мусором надо работать очень масштабно и решить этот вопрос. Мы, понимаете, мне есть моменты, знаете, что мне нравится? Мы иногда, есть вопросы, где являются пионерами. Мы даем толчок по лесному этому, сейчас точно не, но связанность не с самим, вот этот закон, который приняли, он для Молдовы будет, как это, какое-то что-то новое, которое мы, гаглузия, начнем воплощать жизнь в ближайшее время. Конечно, это толчок, и это радует. И ряд других законов, которые приняли мы, этот состав Народного собрания, социально ориентированное, не конечное, чего стоит закон о возмещении, то есть о контрибуциях, когда софинансирование идет, центрального бюджета, автономии. На один уложенный лей с бюджета вкладывает грантодатель четыре лея. Это просто стимулирует работать органы местной власти именно над этими грантами. Это очень привлекательно. И для чего стоит закон о медицинском обслуживании детей, остро нуждающихся медицинских этих... Да, сегодня есть семьи, распродавали все, чтобы спасти детей. Благодаря этому закону мы максимально можем до 100 тысяч вернуть семье, чтобы семья сохранилась, и не распадалась, и не распродала. А сегодня мы все знаем, что лечение, особенно за границей, оно у нас здесь дорого, а за границей тем более. Поэтому есть ряд законов, которые мы приняли. Я рад за этих законов, я горд, что мы их приняли, потому что они социально ориентированные. И от поддержки материнства, когда демографическая ситуация патовая, мы кроме государства еще приняли этот закон, который стимулирует, рожайте, любимые, рожайте. Вот вам, оттуда поддержка государства, и поддержка отсюда с автономией. Поэтому вот я, идя к избирателям, я всегда про вот эти законы озвучиваю, и говорю, что я рад, что эти законы я принял. И на ваш вопрос еще дополню. Вы знаете, почему я иду? Потому что все четыре года, которые я был депутатом Народного собрания, для меня на первом месте всегда была стабильность в автономии и целостность молдавской государственности. Для меня не безразлично, когда сегодня говорят, что молдавского языка нету, а есть румынский, или хотят раздорбанить государство наше. Поэтому стабильно здесь, оно автоматически передается и дальше. Потому что, если мы здесь начнем выяснять отношения, кстати, такие моменты были, что не красило нас народных избранников. Поэтому у меня есть вот эти аргументы, которые мне задают. Я могу в этом участвовать, я хочу в этом участвовать, мне здоровье позволяет, знания есть. И поэтому я баллотируюсь и иду на очередной срок, если, конечно, проголосуют избиратели. У вас еще 40 секунд этого раунда. Хотите что-то добавить? Может задать вопрос своему абоненту? Ну, вопросы... Мы для одного села стараемся, я думаю, и я буду... То ли я буду, то ли он будет депутатом. Конечно, надо работать на коммуну. Проблемы, они... Одни проблемы сегодня решают, завтра возникают другие проблемы. Конечно, их надо решать. Но есть избиратели, которые забывают, что ты сделаешь. Я уже не раз сказал. Народное собрание — это не строительно-монтажная организация. Народное собрание — это законодательский орган. И вот есть... Я не только посветную. Я когда слышу, такие глобальные вопросы подумают, что они сделают, ну, я не хочу светловчан обманывать. Я хочу перед ним быть честным и сказать, вот это я могу сделать, а вот это не берусь, потому что это не моей компетенции. Давайте будем объективны. Поэтому избиратели эти вещи должны понимать. Спасибо, Петр Иванович. Дмитрий Дмитриевич, ваши пять минут. Так как у Дмитрия Ивановича уже не имеет время отвечать на ваш вопрос, но вы бы могли дополнить или реплику какую-то. Ну, вы знаете, вот хотелось бы задать, однако Петр Иванович потратил немного время, да. И сказанного Петру Ивановичу, хотел сказать то, что действительно возникает вопрос. И я бы хотел его задать. Но тем не менее, я задам, даже если не получу ответа. Почему так получилось? Почему так получилось, как вы сказали, потеря налогового, и, кстати, казначейства. Почему так получилось? Что это за ошибки? Разве они не влияют на автономию? Это серьезные ошибки. Понимаете, очень коротко. Я сказал, да, это, значит, где-то упустили момент. Упустили, смолчали у нашего согласия. Будут так говорить, хотя нас никто не спрашивал. Все, ваше время и стекло в данном раунде. А когда уже кинулись... Дмитрий Дмитриевич, продолжайте, пожалуйста, свою мысль. Могу продолжить тогда свою мысль. Да, пожалуйста. Вы знаете, далее хочу сказать то, что вопросы управления и вопросы народного собрания Гагаузи, а именно люди, которые туда избираются, они первонаперво должны ставить перед собой цели не каких-либо, назовем так, личных амбиций или личных обид. Вот. Мы должны все правильно, здесь я соглашусь с Петром Ивановичем, потому что мы должны работать на одну цель, на становление и развитие Гагаузии, да. Вот. Соответственно, далее, если начинаются какие-то непонятные вопросы или выяснение отношений, то это в корне неправильно. Это мешает работать, это в будущем блокирует некоторые функции, да, соответствующих органов, да, даже некоторых людей, и они, соответственно, за свое отведенное время ничего не успевают делать. Это уже неправильно. Конечно же, мы должны все прекрасно помнить то, что мы здесь, мы и я, в частности, тоже как кандидат, баллотируюсь для того, чтобы работать, а не для того, чтобы преследовать какие-то личные цели и ставить какие-то такие вот вымышленные образы перед собой, да. Вот. вот. Ну, а что по вопросу, далее, вот я не успел немного коротко сказать по поводу своей программы, во-первых, это, конечно же, в нашем селе есть необходимость большая создание, то есть, у нас есть площадки, как сказал Петр Иванович, вот, но есть необходимость создания руководства над этими детьми, которые занимаются на тех площадках, да, по тому же футболу, по той же, в той же борьбе, да, наши мальчики должны чем-то заниматься, иначе это приведет их в ненужную сторону, соответственно, вот. Это что касается спорта. Ух ты, все. Вот. Далее, что хотелось бы сказать, конечно же, вопросы инфраструктуры тоже остаются, направления инфраструктуры, да, то есть, что касательно инфраструктуры, это строительство дорог, в белом варианте тротуаров, озеленение села, да, это есть, значит, и укрепление материальной базы тех же детских садов, да, вот. Можно, конечно же, и в парке, значит, парки обгораживать как-то, да, парковую зону и так далее. То есть, мы имеем свою некую маленькую парковую зону возле ДК, тем не менее, у нас еще раньше была парковая зона в лесополосе, ну, как-то вот так вот это все, да. ну, в остальном, вы знаете, что еще хотелось бы сказать, то, что социальная сфера, это что касается, значит, ну, это следующее направление, значит, есть необходимость, да, как мы только что обсуждали с Петром Ивановичем, то, что существуют законы, да, но, вы знаете, наверное, где-то как в России, то есть, оно все есть, но что-то как-то работает, как-то вот, ну, как сказать, ну, извините, конечно, когда работает, когда, вот, соответственно, здесь существует много, конечно, вы знаете, прекрасно существует много и семей, и малоимущих семей, неполноценных семей, значит, и инвалидов, и афганцы, и так далее, и так далее, там здесь непосредственно ставим, здесь, то есть, первоочередная тоже становится задача, то есть, когда есть необходимость в помощи, а именно афганцы, допустим, без ног, и инвалидов добавок, либо же просто инвалид, здесь существует тоже в этом направлении, надо работать, вот, ну, вы знаете, первый раз на дереве дне, немножко волнуюсь, вот, и вот, не знаю, с чего, правда, так вот, все вот так уже комплектую, стараюсь, да, тем не менее, ну, в общем, в общем, скажу все, да, еще 10 секунд, еще 10 секунд, да, вот, работать нужно всесторонне, то есть, не только в инфраструктуре, но и в остальных направлениях, благодарю вас, и... одну реплику, про, не только про детей, что я говорю, про афганцев тоже есть закон, они тоже уже охвачены, переходим к последнему раунду, уважаемые кандидаты, у вас по одной минуте, для того, чтобы вы обратились к своими избирателями, и Петр Иванович, по праву, вы первый, одна минута, пожалуйста, камера ваша, к вашим избирателям. Уважаемые избиратели коммунно-светлые, я вас всех призываю, в этот день, 19 сентября, найти время, прийти к избирательным участкам, и выполнить свое право, то есть, проголосовать, нас, кандидатов, четыре человека, выбор за вами, выбирайте, я не пришел на телевидение сегодня кого-то уговаривать, я пришел на телевидение, чтобы высказать свою точку зрения, свою программу озвучить, потому что не с каждым с вами встретился, поэтому я вас прошу убедительно, потому что есть такая тенденция, от выборной кампании уменьшается приход людей к избирательным участкам, поэтому найдите время, пожалуйста, да, время осеннее, работ, забот полно, но найдите 20-30 минут, пожалуйста, и придите на избирательные участки, а голос кому отдадите, конечно же, это вам решает, но имейте в виду, пока вы билетель не опустили, вы полноправный хозяин этого билетеля, как только опустили, вы передаете власть другому, другой личности, другому человеку. Спасибо, Петр Иванович, ваше время истекло, и Дмитрий Дмитриевич, у вас также одна минута, для того, чтобы вы обратились к вашим избирателям, пожалуйста. Конечно. Уважаемые избиратели, 19 сентября состоятся выборы в Национальное собрание Гагаузии, вот. Прошу вас, также, как и мой оппонент, конкурент на выборах, не игнорировать выборы, я понимаю, что многие уже устали, многие устали от выборов, многие устали от обещаний, многие устали от, от всего остального, в общем. Но, тем не менее, выйти на выборы необходимо. Отдать свой голос, это есть ваше законное право, воспользуйтесь им, не игнорируйте его. Оно просто, это как, все равно, что встать с утра и выполнить те функции, которые вы каждое утро выполняете. То есть, здесь то же самое, приходите на выборы и сделайте свой выбор. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Я говорю вам, спасибо за то, что вы приняли участие в наших сегодняшних дебатах предвыборных. Уважаемым телезрителям, еще раз напоминаю, что в качестве кандидатов у нас побывал округ номер 34 Коммуна Светлая, Петр Иванович Чардарь и Дмитрий Дмитриевич Чекир. Их оппоненты Руслан Униловский и Дмитрий Мазыла не воспользовались своим правом принять участие в предвыборных дебатах на канале ГРД. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и оставайтесь с нами на канале ГРД. Огромное вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин